Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ну, как вы считаете, с высоты опыта, скажем так, образование хорошее получаете? Ну, я получил образование 5 лет фире, и я с тех пор больше нигде не учился. Очень многие люди, которые выехали из этой страны, они после этого ходили в другие университеты, получали другое образование. Я больше нигде не учился. Поэтому все, что я добился в жизни, это не мнеться, а не идти к кому-то другому. Научился я всему этому здесь. Ну, и как вы считаете, не долг ли выпускников что-то, альбоматор, отдать? Нет, так я не считаю. Вот это должно быть не долг, это должно быть желание. В Америке у нас очень много есть выпускников, которые довольны всем, но ничем не помогают своим альбоматор. Но есть много тех, которые помогают очень сильно. Поэтому долг – это неправильное понимание, с моей точки зрения. Должно быть желание помогать своей альбоматор, помогать тем институтам, тем местам, которые в жизни стали вехами и стали чем-то значительными и важными. Некоторым людям это важно, некоторым это не важно. Но долг – это, с моей точки зрения, неправильное понимание. Есть ли у вас такое желание, и как может выглядеть это сотрудничество с международными? Ну, насколько я понимаю, здесь сейчас сама идея «эндоумент», как у нас существует в Соединенных Штатах, находится в самой начальной стадии этого развития. Если я могу чем-то помочь с точки зрения формирования, создания его, я с удовольствием это сделаю. А дальше, в зависимости от того, как оно будет работать, потому что очень многие доноры в Соединенных Штатах, даже те, которые заканчивали открытые университеты, они очень внимательно следят за тем, что эндаумент делает, и как оно работает, как оно используется. Если собрать эндаумент, который будет, ну, я хочу извиниться за грубое выражение, немедленно разворованно, то желания ни у кого давать дополнительные деньги никогда не будет. С другой стороны, создать эндаумент, пусть даже небольшое, но показать на конкретных примерах, что оно сделало для студентов, для института, для людей, тогда появляется большее желание его наращивать и делать его большим и так далее. Но как вы считаете, куда должны идти средства, которые, даст Бог, все получится в городе нашего? Ну, как работает в Соединенных Штатах такая система? Эндаумент наполняется в основном донорами, но и другими людьми, которым это интересно. Эндаумент, как правило, нанимает профессионального инвестиционного менеджера, который управляет этим эндаументом, инвестирует деньги в какие-то инструменты финансовые, с тем, чтобы он зарабатывал деньги. А основные цели использования этих денег или прибыли, которые это эндаумент получает, заключается в том, чтобы улучшить качество обучения, привлечь лучших преподавателей, лучший научный состав, позволить студентам работать в лучших лабораториях, улучшить качество образования. Это основная цель любого educational endowment. И если он работает по этим целям, и оно прозрачное, что одна из проблем, к сожалению, на Украине, что многие вещи, большинство вещей, непрозрачные. Если они непрозрачные, никакой эндаумент никогда работать не будет, потому что это чисто, вот эта разница между долгом вкладывать в эндаумент или желанием. Желание вкладывать в что-то, которое, так сказать, как болото, никому непонятное, нету. Что-то прозрачное, которое занимается правильными вещами и делает это прозрачное, об этом отчитывается, вот тогда появляется желание это поддерживать. Вы сегодня немножко познакомились с той ситуацией, которая сложилась у нас в университете. Как Вы считаете, все-таки, кто должен вкладывать наш университет? Человек, обладающий какими качествами? Ну, мне кажется, что на сегодняшний день важно иметь человека, который понимает, как управлять бизнесом. Во многих институтах Украины отсутствует вот этот талант менеджера. Человек, который понимает, что такое приоритет, понимает, что такое отчетность, понимает, что такое прозрачность, понимает, что такое правильные кадры, квалифицированные, понимает, как нужно платить этим кадрам или брать их на работу на основании их заслуг, а не на основании каких-то факторов, которые никак не связаны с их заслугами. Человек, который может расставить правильные приоритеты. И, наверное, самое главное, человек, который имеет видение, стратегию, нужно определить стратегию, чем вот этот институт хочет стать. Если есть человек такой, который может определить эту стратегию и разработать план с помощью его команды, который может осуществить это видение, мне кажется, что это будет самый подходящий человек для этого. Вы верите, у нас получится? Ну, я оптимист по природе, поэтому да, я верю. И ваши пожелания? Пожелание, чтобы страна зажила лучше, чтобы улучшилась обстановка, чтобы людям, которые живут на Украине, и особенно в этих восточных регионах, я сам из Харькова, я знаю, насколько тяжело сейчас из-за войны, из-за всех проблем, которые произошли за последние два года. Но самое главное, что эти все проблемы, они накапливались с самого начала. И дошло это до того, что сейчас просто у большинства людей уже нет терпения. И у меня чувство вот такое, что страна нуждается в лидерстве, в прорыве. Все, что нужно Украине, с моей точки зрения, это стать, вот есть такое слово простое, нормальной страной. Не нужно стать чем-то большим, огромным, нормальной страной. Чистой, некоррупированной, в которой все работает прозрачно, всем понятно. Станьте нормальной страной. Вот это мое самое большое пожелание. Майкл Блейзер – известный в мире бизнесмен и инвестор, а еще выпускник Хире. Временно исполняющий обязанности ректора Хнуре Эдуард Рубин предложил Майклу войти в состав наблюдательного совета, который организуется в университете. Майкл вместе с женой Наташей, которая тоже является выпускницей нашего вуза, провели экскурсию по знакомым аудиториям, показав своему известному выпускнику, каким сейчас стал Харьковский национальный университет радиоэлектроники. Бизнесмен также провел встречу с преподавателями и студентами Хнуре и поделился своей историей успеха. Субтитры создавал DimaTorzok